Пятый канал представляет Проект РЖД и Антона Ланге Россия из окна поезда Русский Север Наверное, только иностранец увидит в этом понятии географическую величину. На протяжении всей истории государства российского Русский Север принято было считать величиной духовной. Для того, чтобы прижиться на Русском Севере, требовались особые духовные качества. Стойкость, свободолюбие, азартная жажда жизни. Из таких характеров и выплавлялись легендарные поморы, охотники и рыбаки. Как любят напомнить приезжему сами местные жители, у нас метель с октября по апрель. Морозы в юго выковывали несгибаемые характеры. Никогда не знали коренные поморы ни власти татаро-монгол, ни крепостного права. Смело шли в рискованные экспедиции прокладывать новые пути, осваивать поймы сибирских рек, берега Белого моря и Северного Ледовитого океана. Красота северных городков, больших и малых, не ярко, как местное лето. Тому пример Котлас, железнодорожные ворота поморских земель. Отсюда начинается путь к Великому Устюгу, негласной столице Русского Севера. Всегда стоял он некоторым особняком среди его суровых братьев. Ровесник Москвы и Вологды, населен он был людьми воинственными и предприимчивыми и служил северным форпостом столицы российского государства. Первое поселение здесь было образовано в XII веке. Его удивительный облик архитектурного заповедника ближе к Золотому кольцу. Но основательные постройки и крепкие стены домов и храмов выдают в нем характер города-воина. Субтитры создавал DimaTorzok